Привет всем, меня зовут Михаил Гребенщиков, я нахожусь в Москве и наблюдаю за творчеством участников фестиваля Golden Time. Итак, смотрим первого участника, Батрак Юлия. Ты черную розу, с улыбкой печалью, со слезою. Поставлю Юлии неплохую оценку. Аксёнова Татьяна. Татьяна, я понимаю ваш жанр, да, возможно, во второй песне вы поёте здесь песню Высоцкого, раз Высоцкой за спиной, но я вас не вижу, товарищ Виноград. Виноградов у нас здесь. Россия. О, тут уже кино. Постановка, клип, часы. Замахнулись на Элтона Джона, дорогой человек, неплохо. Я знаю в России только одного парня, который поёт в таком стиле и жанре, примерно с таким голосом, это Брэндон Стоун. Он неплохо востребован в России, в ближнем зарубежье. Вот он поёт таким голосом, поёт камеры, ну и имеет свой успех. Кто кого сильней любил, больше не секрет, мы друзья теперь. Да, птицы кричат, да, птицы кричат, да, птицы кричат. Олеся, Олеся, Олеся. Вот, вас видно, голос вас слышно. Песня неплохая для того, чтобы показать свои вокальные данные. Егор Чернов, видно, что группа. Бородачи-болосачи. Хорошо, рычат. Что могу сказать, Егор Чернов? Саунд очень неплох. Внешний вид группы очень неплох. Видео супер видео. Но, как бы, стиль музыки должен совпадать с подачей артиста. А у артиста это называется, ну, как бы, чуть-чуть вот не хватает, чтобы быть наравне с музыкой. То есть энергию музыка даёт, а человек энергию не даёт. Попробуй, можешь, сменить тембр или уйти вообще в другой стиль. Потому что твой голос здесь не читается. Возвание, огни, небо и пирожи. Нам власть греет. Вижу, что работа произведена немалая. Поставлен номер. Найден модный прикид. Молодёжный, модный парень. Очки, всё, класс. Голос неплохой. И есть куда развиваться. Танцует, поёт. Это редкость в наше время. Но что же это за песня такая про танцы? Меня всегда вот такие композиторы удивляли. Их тут в России, ну, пруд пруди. Я их называю вот, ну, там где-то присаживаются на уши, убеждают мамы. Ну, такие подсовывают слабые песни. Это не танцевальная песня. Вот я единственное, что могу сказать. Песня про танцы, но не танцевальная. Желаю тебе двигаться дальше, но сменить репертуар, сменить композитора, это неинтересная музыка. Но за старания ставлю тебе немаленькую оценку. Алл Виноградов опять попадается. Ну что, мы сейчас опять возвращаемся к пианисту? Во-первых, надо научиться как-то позитивно держаться перед камерой. Ну, для этого надо учиться, наверное, с детства смотреть в зеркало над своей мимикой. О, снова у нас Олег Ус. Помним его, Олесю. Золотое время, близко оно. Ну, что могу сказать. Опять Олег Ус круче Алл Виноградова. Просто обгоняет Олег Ус. За искренность. Конечно, Олег Ус, ну, любительский артист. Поет неплохо, но к артисту надо что-то еще. Костюмчик, рубашечку, причесочку, чтобы его как-то разглядеть. Оу, Светлана Грезик. Кайф. Какие на фотографии косички. Уже бьется сердце. Человек сделал такую необычную прическу. Так, это снова из России. Привет, я больше не плачу. Я знаю, что ты не хотел выйти. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я должен заинтересоваться с первой фразы. Я не слышу ваш голос. Послушай, Don't Speak No Doubt. Там есть и надрыв, и трагедия, и шок, и хит. Алиса. У. Рут Екатерина Уваров. Ларослав. Видно, что у вас какая-то замороченная тема. Играть вдвоем, наверное, очень сложно. И, безусловно, деятели искусств должны оценить ваш труд. Я просто немного в другом жанре. Безусловно, надо учиться музыке с детства, нотной грамоте. А вот Александра мне понравилось. Вот что-то из нее излучалось. Я говорю, не гигантский я специалист. Ну, как она перебирала пальцами. Поставлю восьмерку. О, Ирина Москвитина. Ну, поставлю Ирине оценку побольше. За хотя бы заморочку выставленного кадра, чтобы вот так разглядеть артистку. Хотя тоже я ее не разглядел. Светлана Батазова. Светлана, упаси меня, Бог, ошибиться, но мне кажется, у вас расстроенная пианино. Слушайте, уже вторая песня этой группы. Ну, слушайте, группа. Звучание неплохое. Но голос все просаживает. У парня типаж отличный. Есть такой фильм интересный про Юту. И Бона рассказывает однажды. Он взял и изменил свой тембр. И меняй свой тембр. Экспериментируй. Слушайте, ну, в артисте должно все быть органично, Дмитрий. Ну, а где улыбка? Почему так серьезно? Я весь клип посмотрел на девушку, которая сидит рядом. Я думаю, может, когда человек из ноутбука начнет какие-нибудь сэмплы, драм-н-бейсовые, там, во-во-во-во-во-во-во. Вы начнете как-то взаимодействовать. Вот типичный пример, как можно совместить этническую музыку и современные девайсы, сэмплер, какой-то еще луп-прибор у человека. И все звучит, все профессионально, все правильно. Человек светлый, красиво снято. Без всяких заморочек. Просто белая стена, просто все видно. Виден артист, артист позитивный. В ногу со временем, интересно. Может, эта музыка совсем не всем понятна, но я считаю, что Алекс Грамм очень неплох. Ставлю Алексу самую большую оценку. И считаю, что первый и последний исполнитель сегодня были для меня самые близкие по духу. Батрак Юлия и Алекс Грамм заслуживают моих самых больших оценок, но нас жюри много, и я не пуп земли. Это всего лишь мое мнение. И когда все мы цифры сложим, может быть, вот эти два исполнителя и не наберут. Но я им желаю набрать, потому что они были очень интересными. Михаил Гребенщиков из Москвы. Погода у нас налаживается. Скоро карантин отменят. Не болейте. Мир во всем мире. Здоровья всем. Ждем новых талантливых исполнителей. Присылайте видео. Телефон не держите вот так. Держите телефон вот так. Ну, если кто-то не понял, что я сказал. Не держите при съемках вот так телефон. Никогда. Ну, может, если вы снимаете сториз для Инстаграм. Только вот так держим телефон и снимаем. Другого быть невозможно. Желательно покачественнее видео. Желательно нарядитесь хотя бы перед эфиром. Причешитесь. И покажите свое лицо. Потому что многие видео приходят даже без лица артиста на сцене. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok